Просто хочу рассказать, как я делаю такие великолепные картины. Могу сказать, прямо великолепные. Потому что вот сегодня, например, проснулся, посмотрел на то, что я вчера ночью доделал. И такое у меня ощущение радости, потому что думаю, вот что я могу сделать. Какая прелесть! И теперь я понимаю людей, которые любят искусство, любят живопись. Наверное, кто-то собирает у себя частную галерею. А вот я думаю с другой стороны. Вот есть люди, которые покупают картины, чтобы продать просто подороже. Или сказать о статусе своем, что у меня так картина шагала или еще кого-то. А вот есть же люди, которые действительно хотят просыпаться и видеть на стене то, что его душу радует. Я сам себе это делаю, и мне душу радует. Но и делаю до тех пор, пока не обрадует, пока душу туда не вложу. Но вот же интересно. Есть такие люди же, которые действительно вот так же, как и я, хотели бы иметь на стене картины. Не формально красивые и хорошие, которые нарисовал какой-то известный художник. А действительно, которые живым образом душу радуют. Вот мне бы интересно найти таких людей. Вот я бы очень хотел поговорить с такими людьми и посмотреть. А какие картины душу радуют? Давайте посмотрим все вместе на это. Потому что искусство, это как тончайшие духи. От ветра зависит. Чумак, например, сказал, что вода ваша или крем будет по-другому чувствоваться. И уже вы по-другому чувствуете. Зависит от моды. Зависит от авторитета фирмы. От многих причин. А вот искусство по-настоящему. Вот этот вот художник, который музыку рисовал, он там как-то написал. Я забыл его фамилию. Наташа, ты не помнишь? Который сказал, только какой-то процент людей настоящее искусство по-настоящему понимает. Не помнишь, да? А я вот, когда разговаривал позавчера с нашим Виталием Пачуковым, с искусствоведом выдающимся, я ему это рассказывал. И он сразу сказал фамилию. Но опять я забыл. Ну, бывает, да. Ну, посмотрите еще раз. До чего такая прекрасная картина? А мне там в прошлый раз сказали в комменте, когда я показывал, ну, этап этой картины, еще ручка была не такая прелестная, да, рисованная. Я вот уже сейчас дорисовал. А мне там написали, вот кажется, что вы сейчас взмахнете кисточкой, и музыка польется. А мне это очень нравится, да. Вообще, я заметил, что женщины, они легко, как это сказать, вчувствуются, вчувствуются в какие-то слова, в изображения, в характеры людей, то есть наиболее адаптивные, как-то они способны так вот как-то резонировать, что ли. А мужчины немножко по-другому. Мужчины, наверное, через себя как-то, они более... Ну, там у меня молодые тоже есть, которые, что за мазня? И он хочет сказать, что это картины про меня. Ну, я просто думаю, больной, может быть, а может быть, мальчик просто самоутверждается, а может быть, ну, хочется ему помочь, просто помочь. Просто сказать ему, что если тебе не нравится такая живопись, как у меня, может быть, тебе посмотреть другую. Другая, может быть, тебе больше понравится, срезонирует. Очень много же стилей авторских. Просто у меня авторский стиль не похожий на то, как другие рисуют. Поэтому его и назвал Виталий Патюков «Магическая реальность». И сказал, что у тебя своя ниша, ну, типа свое авторское лицо. Поэтому, может быть, потому, как ему это не показалось по шаблону похожим на кого-нибудь другого, известного. Репина, там, Левитана, Айвазовского, Шишкина. И он подумал, что мазня. Нет-нет, это много разных стилей. Надо подбирать себе то, что с тобой резонирует. Именно как метод-ключ. Принцип подбора, путем перебора, подбирать те действия, которые тебе подходят, синхронно с тобой, резонансно с тобой, чтобы снимать стресс и открывать себе Творца. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok